Кровавое убийство произошло минувшей ночью в Старом Осколе. Погибли двое. Квартирант зарубил топором хозяйку дома, где снимал комнату, и ее сожителя. Полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Подробности операции нам рассказал начальник Староскольского МВД Виктор Деревлев. Обычно спокойный мебельный переулок Слободила Омской минувшей ночью не спал. Зверское убийство произошло в этом доме. В соседе говорят, что тут был практически притон. Погибшая 64-летняя хозяйка Надежда сдавала комнаты всем подряд. Они измучили уже криками только. Кто тут только не жил. Я говорю, это жутко прям. И в основном такие же все живут. Не путевые. Соседи шумные. Через день крики, драки, шумы. То она выгоняет, то опять зовет. В общем, не поймешь. Квартиранты менялись через каждые 10 дней. А вот один из квартирантов, мужчина 67-го года рождения, задержался надолго. Правда, накопил большой долг за съем комнаты. И возвращать его, судя по всему, не собирался. Конфликт произошел. Он ранее жил в этом доме. Хозяйке не платил. Хозяйка предъявляла ему претензии. Вчера вечером он пришел забрать вещи. Произошел очередной конфликт. У него в том месте, где он жил в комнате, был топор. Он взял топор и зарубил и хозяйку, и его сожителя. Милицию вызвали соседи. Мужчина, проживавшись с хозяйкой дома, успел попросить о помощи. Он побежал к нему, говорит, в лужу крови лежат. И сосед вызвал. Милицию исполнили. Выехала экипаж патрульно-постовой службы полиции. Обнаружили женщину. Она уже была мертва. Рубленные раны головы. Был мужчина, который был еще жив. Мужчину доставили в больницу, где он через несколько минут скончался. У мужчины тоже пять рубленных ран. Чтобы не дать преступнику уйти за пределы города, рассказывает начальник Староскольского МВД Виктор Деревлев, по тревоге был поднят весь личный состав. И в одном из торговых предприятий установили женщину, которая, говорит, видела подозрительного мужчину, взял бутылку водки и уехал на машине такси. Такси установили. Установили водителя. Водитель сказал, да, подозрел подозреваемого мужчину. Какой-то неадекватно он себя вел. Высадил в районе дома 48, микрорайон Олимпийский. Больше ничего он пояснить не смог. Полицейские заблокировали территорию вокруг 48-го дома. Сотрудники ППС работали по периметру, а участковые обошли все квартиры. В одной из них и обнаружили подозреваемого. Уже судимого, кстати, за тяжкие преступления. Он сразу дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 2, убийство одного и более лиц. Преступнику грозит большой срок, вплоть до пожизненного заключения. Анна Семенова, Дмитрий Луковский, Ирина Чуликова, 9 канал.